САМОИЗОЛЯЦИЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ Когда запираешь, когда заключаешь в квартире ты сам себя Сиди дома, девка, сиди дома С 30 марта власти просили россиян не выходить на улицы. К сознательности граждан решили призвать и российские звезды. Так и родилась песня у Александра Гудкова о важности самоизоляции. Не только сиди дома, но и соблюдать личную гигиену просили нас в этом году со всех экранов. Так появился популярный челлендж, который намекает на важность такой простой, но в то же время эффективной меры. Пользователи как будто передают друг другу мыло или антисептик и создают некую цепочку дезинфекции. Все концерты, музыкальные фестивали и гастроли знаменитостей отменились в одночасье. Но селебрити решили продолжить свою деятельность, правда уже в домашних условиях. В Китай увозят дрова, пусть пенсионный возраст делают хоть всем... Лидером стал Семен Слепаков со своей вирусной песней. На известном видеохостинге ролик собрал более 9 миллионов просмотров. А артист Сергей Шнуров в тот момент отмечал свое 47-летие. Как хорошо, что день рождения только раз в году. Добрый вечер, друзья. Я сразу извиняюсь, такой идиотский вид. А что было необходимо для неотразимого образа на изоляции? Платье от карантина. Обыкновенная подушка и ремень на талии стали очередным челленджем. За считанные дни высокая подушечная мода взорвала интернет. Почти на две недели раньше в Риме, Милане, Неаполе и других итальянских городах стартовал жизнеутверждающий общенациональный флешмоб. Жители выходили на балконы, распевали песни и танцевали. Как выносит мусор Джеймс Бонд или Бэтмен? Казалось бы, увидеть их можно только на экранах, но нет. Они взяли и переместились в жизнь реальную, в новом челлендже с выбрасыванием мусора. Начало ему положила жительница другой стороны планеты, Австралии. Не устояли и западные звезды. Челлендж, который дословно называется «Щелкнуть выключателем», взорвал сеть ТикТок. Его суть – поменяться одеждой после короткого выключения света. Дженнифер Лопес, сенатор США Элизабет Уоррен, певица Камила Кабелла и многие другие поменялись одеждой с партнером. И казалось бы, когда границы и дверь закрыты, изолированные друг от друга мы остались один на один с пандемией. А вышло наоборот. Борьба с коронавирусом объединила большую планету. Вань, я не выйду. Я пока на самоизоляции. Две недели еще. Все, пока, давай. Возвони потом.